Итак, всем здрасте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и мы продолжаем наш разговор о самых интересных трансферах в российском чемпионате. И поболтаем о Краснодаре, который сейчас, ну, скажем так, работает максимально конкретно. Пока у Спартака в основном трансферные слухи, а Зенит в основном расстается со своими футболистами, как с тем же самым Ловреном, Краснодар конкретно укрепляет свои ряды. Вот, пожалуйста, новый наставник Ивич, и вот, пожалуйста, первое серьезное подписание Кади или Кати. Тут еще нужно разобраться, как правильно произносить его имя. Это бразильский футболист, который ранее выступал в Карабахе, выступал за азербайджанскую команду и, в общем-то, был там настоящей звездой. Причем, что очень важно, показывал себя он не только на уровне азербайджанской лиги, но и в Еврокубках. Он отдавал голевые передачи и забивал в Лиге Чемпионов, в Лиге Европы, в Лиге Конференций. Под его, так скажем, каток попали и Марсель, и Нант, и тот же самый Цюрих. То есть достаточно серьезные команды, в матчах с которыми он забивал или отдавал голевые ассисты. Очень интересный атакующий хаффбек, и давайте разберем, насколько он усилит Краснодар, сможет ли он вписаться в стиль игры команды, и какие у него плюсы и минусы. Но сперва хотелось бы рассказать вам о новом предложении от моих спонсоров из компании Балтбет. Вы можете выиграть 2500 рублей, ничем не рискуя. Что нужно сделать? Да всего ничего. Нужно пройти по ссылочке в закрепленном комментарии на сайт Балтбет, зарегистрироваться и ввести промокод, который также указан здесь, в закрепленном комментарии. Вы получите возможность сделать бесплатную ставку, по которой вы можете выиграть до 2500 рублей. Ничем, повторяю, не рискуя. В наши кризисные времена бесплатная ставка на вес золота. Так что проходите по ссылочке в закрепленном комментарии и получайте фрибет. Итак, во-первых, нужно сразу отметить, что с точки зрения менеджмента подписание такого футболиста – это несомненный успех. Потому что сейчас, когда иностранцы не особо хотят ехать в наш чемпионат, достать более-менее приличного легионера – это уже успех. Тем более, когда он переходит за относительно небольшие деньги, а здесь бразильц обойдется всего в 2 миллиона евро. Во всяком случае, на трансфермарте именно такой ценник обозначен. И хотелось бы при этом напомнить, что сейчас для Краснодара именно такой футболист, как Кади, будет особенно актуальным. В команде очень много молодых игроков, очень много зеленых юнцов, как российских, так и иностранных, вроде Оли Сегуна. Конечно же, они толковые, конечно же, они перспективные, и всем все понятно, что это будущее клуба. Но для того, чтобы сбалансировать состав, нужны все-таки и опытные исполнители, матерые, которые будут вести команду к успехам здесь и сейчас. И при необходимости будут, в том числе и опыт, передавать ценнейшие своим молодым одноклубникам. И в этом контексте очень важно, чтобы к молодежи, которые и так дофига в Краснодаре, добавлялись такие игроки, как Кордуба, Кади или тот же самый Ионов, которые уже играют за Краснодар или будут теперь играть за Быков, чтобы был баланс между молодостью и опытом. Поэтому здесь, в отличие от предыдущих трансферов Быков, где они в основном подписывали, опять же, молодых ребят, что российских, что иностранных, нужно было подписать кого-то матерого. Так что в данном контексте, мне кажется, Краснодар решил очень много задач. Это и балансировка молодых и опытных футболистов, это и поиск дополнительных вариантов в атаку, это и, в конце концов, поиск каких-то лидеров в переднюю линию. Потому что, да, Ионов время от времени способен выдавать концерты на футбольном поле. Но он уже возрастной и из-за этого немножко теряет свою скорость. То есть опыта Ионов дает много, но из-за потери скорости он не так эффективен на фланге, к сожалению. Касательно Кордубе, ну, скажем так, все хорошо, в нем только травм многовато. Спертсян выдает, опять же, периодически хорошие матчи, а периодически так себе. Показывает себя на футбольном поле, стабильности ему не хватает. Иначе, если бы он всегда играл на своем лучшем уровне, он бы уже перешел в одну из европейских команд, а возможно и в какой-нибудь топовый чемпионат. Так что здесь нужно было искать варианты и, на мой взгляд, вот этот бразильц Кади, это просто великолепная находка. Давайте разберемся по каждому пункту. С точки зрения состава и атаки, бразильц может закрыть несколько позиций, и это, опять же, большой плюс. Потому что, вот, допустим, Спертсян выпадает из обоймы по какой-то причине, либо находится не в лучшей форме. И, фактически, у Быков нету какой-то реальной альтернативы для него на позиции под нападением. Потому что Ахметов все-таки немножко не то. Есть другие футболисты, но тоже не тянут. А вот Кади — это игрок, который способен быть классическим плеймейкером. Также он может быть альтернативой, либо сменщиком для Ионова, который в силу возраста уже все-таки не так хорошо проявляется на скорости и на темпе. Он, как я уже сказал, опытный, но мобильности уже не хватает, и это сказывается на его действиях. И вот здесь Кади, как игрок, который находится в расцете сил, может быть неплохой альтернативой. В общем и целом, с точки зрения состава, он принесет то, чего не хватало быкам. Глубину, вариативность и наличие разных схем, которые можно строить в атаке. Потому что Кади — игрок на все руки мастер. С ним можно и 4-3-3 играть, и 4-2-3-1, и 4-4-2. Он может подстроиться под любую игровую механику. И это большой плюс для Ивича, нового тренера Краснодара. Он получит хороший, так скажем, универсальный элемент для своей системы. Касательно игровых нюансов, Кади очень хорош в плане атаки. Вот у него атакующих талантов просто немерено. Начнем, конечно, с основной статистики. Он провел чуть больше 70 матчей за Карабах. 28 мячей, 28 голевых передач. Мама дорогая, это шикарно. И при этом, как я уже сказал, он не только в Азербайджане забивает, отдает голевые передачи. Он и с Нантом, и с Марселем, и с кем угодно может показать себя, забить, отдать голевой пас и так далее. Ну и, кстати, если мы возьмем исключительную статистику в Еврокубках, то здесь, опять же, просто космос. Больше двух ключевых передач за встречу, больше двух обводок. Это, опять же, исключительно Еврокубки берем. Не азербайджанский чемпионат, к которому многие относятся свысока. Только европейские турниры. И вот, посмотрите, что он там творит. При этом он и в обороне пашет. У него там больше полутора отборов за встречу в Еврокубках. Перехваты есть. Он действительно прессингует, борется, старается. Вот в сухом остатке сейчас он смотрится практически игроком без слабых мест. С точки зрения современной РПЛ. Да, если бы он перешел в испанскую лигу или итальянскую, может быть, он там стал середней комбы в каком-нибудь клубе аутсайде. Но для РПЛ нынешней это просто находка. Он и хорош в атаке, и в обороне отпашет, и у него есть лидерские навыки. И он на пике формы, на пике карьеры. Он и опытный одновременно, и при этом не старый. То есть физухи еще хватает. И при этом у него есть умение создать момент из ничего практически. Он способен в одиночку, если что, потащить команду за собой. Забить со стандарта, со штрафного. Короче, это великолепная находка. И сейчас самый главный вопрос. Как его будут сплетать воедино со спиртсяном? Потому что тут может быть эффект двух медведей в одной берлоге. Что, дескать, есть один плеймейкер, а теперь появился второй. И как-то им нужно найти взаимодействие. С точки зрения Краснодара, как комбинационной команды, возможно, это даже плюс. Ну, потому что команда, которая исторически стремится работать в пас, для нее наличие нескольких игроков, способных стать центром силы, это на самом деле большое подспорье. Большое количество игроков, которые способны обострить, отдать хорошую передачу и так далее. Но, как это скажется на прогрессе спиртсяна, который все-таки воспринимается как главная надежда Краснодара, как футбольного клуба. Не будет ли здесь, как я уже сказал, эффекта двух медведей в одной берлоге, как в свое время классический пример, Джерард и Лэмпорт в сборной Англии. Не будет ли здесь какого-то перегруза с точки зрения отдельно взятой позиции, когда спиртсян и тот же самый Кадзи не смогут поделить зоны, например, в атакующей игре Краснодара. Вот это вопрос уже немножко другой. И здесь очень серьезная задача перед Ивичем, как найти применение и одному плеймейкеру, и другому, и при этом не обидеть того же самого Ионова, заслуженного ветерана, не обидеть Кордобу, не обидеть Оли Сегуна, и как все это великолепие сплести в едино. Но это уже как бы задача перед Ивичем. Это приятная головная боль для нового тренера, когда есть варианты. В первой части сезона, на мой взгляд, Краснодар во многом и посыпался в какой-то момент, потому что было мало вариантов, не было достаточной глубины, и как только пошли травмы и прочие проблемы, так сразу пошли и обломные результаты. В этом контексте появление Кадзи это плюс. Несомненный плюс, и на Краснодар будет очень интересно посмотреть во второй части чемпионата России. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб канал, и следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам, ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока. Всем пока.